Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Возможно, уже не все помнят, но глобальный финансовый кризис 2008 года во многом был обусловлен проблемами на рынке недвижимости. Очень важно понимать, что он является одним из ключевых драйверов для экономики. Значительный спад продаж на рынке жилья приводит к снижению спроса на сопутствующие товары и услуги, тем самым замедляя темпы роста ВВП. Именно эту ситуацию мы наблюдаем в США. В марте текущего года было продано минимальное количество жилья с июня 2020 года. При этом экономисты, опрошенный Bloomberg, прогнозируют дальнейшее снижение этого показателя. Причиной уменьшения продаж на рынке недвижимости является рост стоимости кредитов. Ипотечная процентная ставка продолжает расти, на фоне повышения ключевой процентной ставки Федрезервом. Учитывая то, что американский регулятор лишь начал ее повышать, поэтому могу предположить, что мы еще долго будем наблюдать спад на рынке недвижимости. Более того, следует ожидать снижения цен на жилье, а также на строительные материалы. Как вы понимаете, именно такую цель ставит перед собой Федрезерв, когда говорит о необходимости снижения инфляции. Учитывая то, что инфляция в большинстве стран мира достигла многолетних максимумов, поэтому простых инструментов борьбы с ней уже нет. Придется замедлять уровень деловой активности во многих секторах экономики. Это приведет к дальнейшим распродажам на фондовых рынках. Также есть риск системного укрепления доллара США и роста доходности американских гособлигаций, по мере повышения процентных ставок Федрезервом. Но куда хуже ситуация в России и даже Европе. Согласно официальным прогнозам Минэкономразвития РФ, экономика снизится на 7,8%. Скорее всего это крайне оптимистичный прогноз, так как вероятность дефолта уже достигла 90%. Санкции и территориальная близость войны к ЕС оказывают достаточно сильное негативное влияние на экономику европейских стран. Таким образом риск развития глобального финансового кризиса очень высок. И чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем сложнее будет бороться с инфляцией и дефицитом различных групп сырья, комплектующих и товаров. Одними из самых надежных инструментов в этой ситуации остаются гособлигации США. Как следствие есть значительный риск распродаж на фондовом рынке и укрепление доллара США в более долгосрочном периоде. Также необходимо уделить отдельное внимание сырьевым активам. В первую очередь нефти и газу, но также зерновым. Напомню, что Украина является достаточно крупным импортером пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. Эти и многие другие товары могут быть в дефиците. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.